С детства нам известно, что Италия прекрасная страна. Мы читали книги, где великие поэты восхищались этой страной. Но есть город в Италии, в который мечтает приехать каждый. Это Рим. Какой он этот город? Он удивительный, прекрасный, многогранный. Город, который создавался веками. Самое главное, надо суметь это рассмотреть. Я очень хочу, чтобы ваши представления о Риме не испортились, когда вы приедете. И поэтому хочу подсказать вам и показать на примере, как и когда лучше посещать самые популярные места, где часто бывает много туристов. Чтобы в вашей памяти Рим так и остался великолепным городом, в который хочется вернуться. Сегодня начинаю нашу прогулку по Риму с площади Святого Петра. Каждый, кто планирует поездку в Рим, мечтает побывать в Ватикане. Прогуляться по площади Святого Петра, зайти в собор. Если возраст позволяет, можно подняться на купол собора, откуда открываются потрясающие виды на Рим и Ватикан. И, конечно же, посетить музей Ватикана. Лучше всего это делать рано утром, чтобы побыть наедине с этим великолепием. Не слушать шум толпы, не стоять в очереди, чтобы пройти рамку металлоискателя. А прийти пораньше, перешагнуть границу Ватикана и идти сразу в собор. С апреля по сентябрь собор Святого Петра открыт с 7 до 19, с октября по март с 8 до 17. Если вы последуете моему совету, когда вы вернетесь домой, у вас останутся самые светлые воспоминания о знакомстве с Ватиканом. Вы не будете вспоминать огромную очередь, которой вы простояли под палящим солнцем и толпы туристов. А будете вспоминать, как вы были один на один с этим великолепным собором, над которым работали великие мастера. В утреннее время собор прекрасен. Лучи солнца попадают в витражи и окна и рассеиваются по собору. Когда еще не было электричества, в дневное время собор освещался естественным светом, в вечернее время – факелами и свечами. В 17 веке свою руку к естественному освещению приложил Бернини. Он прорубил дополнительные окна в соборе. В 18 веке внутреннюю систему искусственного освещения спроектировал архитектор Луиджи Ван Вителли. Он тогда управлял фабрикой собора Святого Петра. И в обязанность фабрики была включена задача по освещению собора. В соборе были развешаны тысячи подсвечников, соединенных в пучки. Они выглядели как люстры, их развешивали подарками. Это сделало храм настоящим театром. Сейчас же утром в витражи и окна попадает естественный свет и еще для большего эффекта включают искусственное освещение. Трудно описать эту красоту. Кажется, божественный луч солнца освещает собор только для нас. Я хочу, чтобы в ваших воспоминаниях собор был именно таким. Групповые экскурсии разрешают проводить в соборе Святого Петра с 9.30. Вот поэтому я советую вам прийти в собор до этого времени. Когда сомнения в жизни мучают ваше сердце, когда перестаешь верить в людей, когда совсем плохо и стыдно продолжать так жить, я советую идти в Ватикан. Там любой человек успокаивается и принимает правильное решение. Но для этого надо прийти пораньше и посидеть в соборе в тишине. Есть гравюры, где на соборе Святого Петра есть колокольни. Над ними работал Бернини. Потом их снесли. Но память о них осталась на гравюрах и на стенах музеев Ватикана. Папа Урбан VIII был покровителем Бернини. Они познакомились, когда папа был еще кардиналом Барберини. Есть история, которую все пересказывают. Как будто кардинал Барберини держал зеркало перед лицом скульптора, когда тот работал над скульптурой Давида. Она сейчас находится в галерее Бургези. Так как Бернини хотел передать свое выражение лица, когда работал над Давидом. Когда же кардинал стал папой, он немедленно приблизил 23-летнего Бернини и повелел, чтобы Бернини служил только ему. Так Бернини начал работать в соборе Святого Петра. Папа очень любил Бернини. Он относился к нему как к другу, как к сыну, постоянно помогал ему. Он любил этого талантливого человека. При правлении папы Урбана VIII Бернини успел осуществить много проектов в соборе Святого Петра. А вот во время правления папы Иннокентия X Памфили Бернини немного подвинули. Во-первых, потому что он был любимчиком папы Урбана VIII, а семья Барберини и Памфили враждовали между собой. Во-вторых, из-за колоколин, которые были спроектированы и построены Бернини для собора Святого Петра. Работы над колокольнями были начаты еще при Урбане VIII. При Папе Иннокентии X работы продолжались. Но еще не были до конца построены колокольни, как на фасаде собора появилась трещина. Из колоколин был очень тяжелый. Кто был виноват в этом, точно не установлены. Бернини, который построил тяжелые колокольни, или Модерно, который был архитектором собора и построил слабый фундамент. Архитектором собора сначала был Донат Абраманты, Микеланджело, Карло Модерно и Бернини. Когда архитектор умирал, выбирали нового достойного архитектора. После смерти Модерно главным архитектором стал Бернини. Напомню, что собор Святого Петра строили 120 лет. Менялись папы, архитекторы, частично даже менялись и проекты. Фундамент был построен при архитекторе Модерно. По идее, и колокольнями должен был заниматься Модерно. Но он умер и не успел закончить начатое дело. Позже колокольнями уже занимался Бернини. В это же время в соборе Святого Петра работал и молодой архитектор Франческо Боррумини. Он был внуком главного архитектора Модерно, с которым Бернини в дальнейшем всю жизнь соперничал. Так вот, Боррумини обвинил Бернини в отсутствии технических знаний при разработке проекта. Пришлось сносить колокольни, чтобы они не причинили большой ущерб зданию. За снос неудачного проекта пришлось заплатить Бернини. После этих унижений и оскорблений Бернини заболел и провел несколько недель в постели. Было расследование этого происшествия, где Бернини оправдали, а всю вину приписали архитектору Модерно. Почему же все-таки было решено построить такие большие колокольни? Да дело в том, что фасад собора смотрелся очень большим и плоским настолько, что даже на расстоянии купол не выделялся. И поэтому, когда фасад был закончен, папа Павел V приказал Модерну построить колокольни. Но работы по строительству было так много, новые работы следовали одна за другой, и Модерну не успел заняться колокольнями. Сейчас вместо колоколин по бокам мы видим часы, диаметр которых 4 метра, а под ними находятся колокола. Часы украшены мозаикой, их поддерживают с двух сторон ангелы, а над часами – тиара и ключи. Но это не работа Модерна или Бернини, это работа Джузеппе Володье, главного архитектора фабрики собора Святого Петра XVIII века. Часы немного оформили фасад, и теперь он не выглядит плоским. Так, очень легко и просто, без больших и высоких колоколин был решен вопрос. Над колоннами фасада находится латинская надпись. Она говорит о том, что это здание построил Папа Павел V Боргези. Казалось бы, на этом месте должно было быть написано, что базилика посвящена Святому Петру, так как надпись находится в центре над входом. Поскольку эти слова оказались как раз над центральным входом, время начали смеяться и говорить, что это храм скорее Павла, а не Петра. Ну а Папы, в свою очередь, продолжали подписывать все то, что было сделано при их понтификате, чтобы увековечить свои имена. Сейчас, рассматривая площади собор Святого Петра, можно встретить герб Папы Павла V, Иннокентия X, Урбана VIII, Александра VII, герб всех пап, кто был причастен к строительству собора. А сейчас давайте зайдем внутрь базилики. Рассмотрим ее поближе, познакомимся с людьми, которые внесли вклад в превращение базилики в самую красивую базилику мира. Диск из красного порфира у входа был взят из старой константиновской базилики, которая стояла на этом месте. На нем короновались Карл Великий и другие императоры. Пропорции собора так хорошо просчитаны, что ничто не выделяется, а все кажется гармоничным. Он не считается ни чересчур высоким, ни длинным, ни широким, потому что все пропорции соблюдены. Несмотря на убранство по золоту, барельефы, медальоны, урны, статуи, колонны, которые находятся в соборе, он почти не кажется перегруженным, а кажется, все находится на своем месте. Вам придется ходить здесь и ходить, смотреть и смотреть. Каждая скульптура в этом соборе – настоящий шедевр. Сейчас невозможно представить, что на момент постройки собор был пустым. Стены сделаны из кирпича, а пол из терракоты. Микеланджело хотел оставить собор совершенно свободным, чтобы подчеркнуть архитектурные линии проекта. Но где-то через век, по воле пап, художники и скульпторы начали украшать собор. И тут пришло время Бернини. Бернини работал в соборе Святого Петра почти 50 лет, а еще он успевал создавать проекты фонтанов и украшать город. Кто приходит в собор первый раз, тех удивляют размеры предметов, которые из-за расстояния всегда кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Вот, например, ангелы, поддерживающие чашу со святой водой. Если смотреть со стороны двери, они кажутся небольшими. Но когда вы подходите ближе, вы видите, что они очень большие. Их высота более двух метров. Вот такие двухметровые пухлые ангелочки. Они были сделаны в первой половине XVIII века. И бронзовый балдахин, и ликеварий, сделанный Бернини. От двери тоже смотрится небольшим, а ведь его высота 29 метров. А это почти десятиэтажный дом. Под большим бронзовым навесом, под балдахином, который стоит в самом центре собора под куполом, под ним находится могила Святого Петра и гроты Ватикана, внутри которых хранятся останки пап. Балдахин привлекает внимание паломников к самому главному и почитаемому месту в соборе. В 1623 году папа Урбан VIII поручил создание балдахина молодому архитектору Бернини. Работа над балдахином длилась 9 лет. Стоимость балдахина обошлась в 200 тысяч скуда. Это приблизительно 8 миллионов долларов. Больше всего денег было потрачено на воск, который нужен был для отливки колонн и украшений. Он стоил дороже, чем вся позолота. Молодой Бернини сумел соединить скульптуру и архитектуру. В архитектурной части балдахина Бернини помогал Борро Мини. Они тогда еще работали вместе. Хочу сразу сказать, что над балдахином работали Джан Лоренцо Бернини, его отец, его брат, Франческо Борро Мини и еще несколько скульпторов. На самом деле Бернини архитектурными способностями не обладал, из-за чего он обратился за помощью к Борро Мини. В конце работ все заслуги были приписаны Бернини. Мы и сейчас балдахин называем балдахином Бернини, и никто не вспоминает про Борро Мини, который отличился талантом в создании этого шедевра. Именно в этот период произошел окончательный разрыв между ними, между двумя титанами Берокко. А Бернини после этого стали называть выдающимся скульптором эпохи Берокко. 11-метровые колонны покрыты виноградной лозой, листочки которой очень похожи на лавровый лист. На них можно увидеть пчел, а пчела, как вы знаете, символ семьи Папы Урбана Восьмого Барберини. Здесь же можно найти ящериц, который символизирует возрождение, ящерицу рядом с солнцем с символом семьи Папы, и ящерицу, у которой во рту скорпион – символ зла. Можно найти четкие – это такая своеобразная подпись Бернини. Так он заявил, что его работа посвящена Мадонне. А также на балдахине есть медальоны. На одном из них изображен Папа Урбан Восьмой. Одним словом, когда будете в соборе, обойдите балдахин со всех сторон, и вы все найдете. Снимать было очень неудобно на высоте, так что простите, что не показала, где что находится. Колонны стоят на основаниях, на которых можно рассмотреть в лицах женщин фазу рождения от момента зачатия до рождения ребенка. Существует несколько версий, почему Бернини изобразил фазу рождения. Первая версия была такая. У Папы Урбана Восьмого была беременная племянница. У нее были осложнения. И Папа поклялся, если роду благополучно разрешатся, то он увековечит это событие. Вторая версия была, что Бернини хотел показать таким образом рождение папства и церкви. И была еще третья версия. Бернини решил отомстить племяннику Урбана Восьмого. Он отказался признать ребенка, который родился у сестры ученика Бернини. Сверху колонн находится карниз, и над каждой колонной стоит ангел. Статую Херувимов спроектировал Франческо Боррумини. Они держат в руках ключи Святого Петра, папскую тиару и пчелу, символ семьи Папы Урбана Восьмого. На самом верху крест и шар – символ мира, спасенного христианством. Первоначально наверху была установлена статуя Иисуса, но она была очень большая и тяжелая, и ее заменили на крест и шар. Бернини на протяжении трех лет работал сам. Днем и ночью он наблюдал за литьем в печах. Он использовал очень интересную технологию литья по восковым моделям. Так были отлиты колонны и украшения. Например, на колоннах мы видим ящериц и виноградную лозу. Для наибольшей реалистичности Бернини брал настоящие предметы. Покрывал их воском, потом их обсыпали несколько раз песком, погружали в смесь. Когда все это засыхало, получилась такая точная копия того, что хотели отлить. Такой каркас, а внутри воск. Потом внутрь наливали расплавленную бронзу. Воск плавился и вытекал. Когда бронза остывала и становилась твердой, каркас, который служил точной копией литья, разбивали. И бронзовая ящерица или лоза были готовы для украшения. Колонны полые. Для устойчивости их заполнили цементом. Мы видим колонны балдахина спиральной формы. Бернини был вдохновлен маленькими мраморными колоннами, которые были привезены в Рим императором Константином из храма Соломона. Сейчас эти несколько колонн встроены в верхние ниши пилонов, на которых стоит купол. На внутренней стороне балдахина изображено Солнце. Это еще один символ Барберини. На фоне Солнца парит Святой Дух. Бернини сумел реализовать еще одну гениальную идею. Купол стоит на четырех пилонах. Бернини вместе с папой Урбаном VIII решили украсить пилоны статуями святых. Сейчас в каждом пилоне находится ниша, где стоит пятиметровая статуя святого. Один из пилонов украшает мраморная фигура Лангина. Это работа Бернини. В руках Лангина длинное копье. Он этим копьем пронзил бог распятого Иисуса, чтобы убедиться, что тот мертв. Другой пилон украшает святой Андрей символом его мученической смерти иксообразным крестом. Святая Вероника с платом, который она по преданию подала восходящему на Гольгофу Иисусу, он промокнул пот и на платье отпечатался его облик. И четвертая статуя императрицы Елены, матери Константина Великого. Она держит в руке крест, который привезла из Иерусалима. Каждый пилон содержит реликвию. На тот момент, когда Бернини работал над пилонами, не хватало четвертой реликвии – креста. Папа Урбан VIII завладел этой ценной реликвией, которая в то время хранилась в церкви Санта-Кроча и перевез его в собор Святого Петра. С этого момента каждый пилон украшает статуя святого, и здесь же хранится реликвия. Папа Урбан VIII умер в 1644 году. Он был для Бернини покровителем. Его сменил Иннокентий X. Бернини продолжал работать в соборе, но это были очень тяжелые годы. Та история с колокольнями дала о себе знать. Были разрушены не только колокольни, но вместе с ними рухнула и репутация скульптора. Все вокруг только и говорили об этом. Но папа сказал свое слово. Пусть Бернини был неправ и ошибался, но он великий человек и редкий. Он передал все архитектурные дела Бернини другим мастерам и поручил ему украшать собор. Предстояла огромная работа, ведь собор еще был пуст. У Иннокентия X были грандиозные планы. Он хотел, чтобы основные работы по украшению собора были завершены к юбилейному году, а это уже через шесть лет, к 1650 году. Бернини взялся за дело. Он хотел загладить вину за колокольни и всего за пять лет создал настоящий шедевр. У него работали десятки мастеров, каменщиков, скульпторов. Все работали без выходных. Он украсил пилястры, на них находится 56 медальонов с изображением пап. За что бы он ни брался, у него все получалось. До этого в соборе чувствовалась архитектура двух архитекторов, Модерно и Микеланджело. Бернини же умело все соединил воедино. В 1655 году, после смерти Иннокентия X, был выбран папа Александр VII. Это еще один папа, который искренне любил Бернини. Именно в его понтификат была создана колоннада на площади Святого Петра. Мы видим герб папы Александра VII и знаменитая кафедра. Через 23 года после строительства Балдахина в самом дальнем конце Нефа Бернини построил бронзовую кафедру Святого Петра. Несмотря на то, что кафедра находится в самом дальнем конце Нефа за Балдахином, она отлично просматривается через Балдахин. Центральное место кафедры занимает кресло. Оно в то время считалось важной реликвией. И Бернини разместил его так, чтобы подчеркнуть его значение. Огромный трон поддерживают четыре отца церкви. Чуть выше облака из позолоченной лепнины, а в центре голубь – символ Святого Духа. И как умело все сделано! Через окно проходит естественный свет. Через несколько лет умирает папа Александр VII. и следующие папы только поддерживают все начинания Бернини. После смерти папы Александра VII Бернини начинает работу над его гробницей. Папа еще при жизни заказал ее у Бернини. Это один из самых известных папских памятников в соборе Святого Петра, шедевр, который был выполнен уже в 80-летнем Бернини. Скелет с песочными часами – символ смерти. Он появляется из-под тяжелой драпировки, сделанной из яшмы, и символизирует, что время смерти пришло. Для работы был использован разный материал, что придает большой эффект этой работе. Из белого мрамора сделаны аллегории фигур милосердия и истины. Папа изображен в молитве, стоящем на коленях. Он спокоен и понимает, что смерть неизбежна. За ним пришел скелет – аллегория смерти. Он сделан из позолоченной бронзы. 80-летний Бернини сделал глиняные модели в натуральную величину и наброски этого памятника. Но сам памятник из мрамора выполняли уже другие скульпторы. Женские фигуры изначально были обнажены. По приказу Иннокентия XI их надо было приодеть. Они были покрыты металлической драпировкой и покрашены белым цветом, как будто их одежда сделана из мрамора. Этим занимался сам Бернини. О соборе Святого Петра можно рассказывать очень много и подробно. Я сняла большой материал, но перед отпуском не успела все обработать. Так что будет продолжение и расскажу обязательно о тех историях, о которых еще не рассказывала. Конечно, мы остановимся у Пьеты Микеланджело. В соборе Святого Петра находится самая ранняя и поздняя работа Микеланджело. Поговорим о Святой Двери и Двери Филаретта, о работе Боромини в соборе Святого Петра и о многом другом. Вы заметили, как мало людей было в соборе? И так всегда утром. Так что, чтобы рассмотреть собор, я все-таки советую вам приходить в собор утром. Каждый год перед отпуском я обязательно рано утром прихожу в Ватикан 1 и иду в собор Святого Петра, чтобы в святых стенах остаться наедине со своими мыслями. А потом уже начинаю снимать для вас видео. Очень хочется, чтобы и вы видели эту красоту. Дорогие мои друзья и те, кто случайно сегодня зашел на мой канал. Я хочу пожелать вам мира, добра, понимания и благополучия. И как всегда, буду рада вашим комментариям, лайкам, сердечкам. Делитесь видео с друзьями и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok